приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про планы на начало лета в игре мир танков в июне нас ждет ежедневные предложения в течение всего июня во вкладке лучше в игре во внутриигровом магазине будут появляться предложения за кредиты боны или золото один день одно предложение и так весь июнь я надеюсь что там что-то интересное будет появляться желательно чтобы она была либо полезная либо что-то редкое уникальное будут ли там танки или нет пока непонятно хотелось бы всего и побольше последнее время много раздают где всякие там ресурсы золото особенно золото и мне хотелось бы уже куда-нибудь его потратить хочется что-то уже купить либо полезное либо уникальное и прикольное я надеюсь там не будет какая-то чепуха поскольку чепухи последнее и так много это конечно не черный рынок и какой-то там великолепной грандиозной презентации этого события нету но все равно хочется что-нибудь интересное 1 июня стартует июньский табель календарь это то замечательное событие которое каждый день забываешь иногда в течение месяцев вспоминаешь но уже конечно поздно нужно каждый день заходить клацать кнопочку на сайте потом заходить в игру было бы удобно если бы наоборот заходишь в игру а потом заходишь на сайт клацать кнопочку 1 июня в 3 часа мск ночью ну или под утро марафон события сборочный цех на огнеметы заканчивается именно 1 июня уже задание нельзя будет выполнять а сам огнеметный танк до 7 июня тоже 3 часов мск можно будет докупать те жетоны которые вы не докупили которых вам не хватает за боны или золото я думаю что многие запутались какое число там до какого что там кого поскольку чтобы увидеть надпись до какого числа можно выполнять задание нужно под кнопкой в бой в ангаре навести на флажок этот полосатый подождать пока всплывет подсказкой там написано до какого числа можно выполнять задание но когда в сам сборочный цель заходишь там сверху крупным написано до 7 числа видимо в основном люди туда все смотрели и думали что что до 7 числа можно задание выполнять но нет довольных думаю будет очень много 7 июня в час ночи заканчивается сезон алого грифона в натиске я успешно в него практически не играл вообще мне он уже чё-то надоел я еще прошлый раз в него наигрался но я думаю что кому нравится этот режим они сполна в него наигрались 7 июня в 3.30 мск завершение 10 сезона боевого пропуска сгорят все не потраченные очки сезона их нужно потратить именно очки не жетоны жетоны можете собирать 7 июня днем выходит обновление 121 в нашем мире танков на европе этот патч уже вышел и там уже стартовал боевой пропуск 11 сезон у нас на ру регионе в игре появится золотой боевой пропуск большой турнир стальном охотники и многое другое 7 июня также 7 июня тоже стартует у нас боевой пропуск 11 сезон в новом сезоне можно будет получить до 2500 золота в линейке базовых наград можно будет получить тысячу в линейке улучшенного боевого пропуска еще 1500 то есть все люди которые бесплатно будут проходить боевой пропуск и не будут улучшенную голову покупать смогут бесплатно получить 1000 золота я считаю что это неплохо если вы просто играете в игру и получать за это награды чего тут может быть плохого в середине июня будет линия фронта первый запуск 2023 году там нас ждет новая карта фата маргана большая пустынная красивая карта на европе через пять дней как вышел патч стартует линия фронта может быть у нас тоже после 7 числа через недельку тоже стартанет линия фронта посмотрим как она будет 12 июня день россии в игре будут боевые задачи будут дарить подарки и устраивать различные розыгрыши я думаю что в этот день можно будет получить камуфляж триколор который мы в одном из прошлых видео смотрели в середине июня будет трейды и новые возможности впервые можно будет обменять технику 5 уровня а некоторые машины можно будет сдать за 70 процентов они за 50 процентов и стоимость кто-то недавно спрашивал когда трейды ну вот скоро чё-то мне закрадывается ощущение что разработчики еще сильнее хотят выманить у нас сильные танки и дать нам обычные раз там еще более какие-то крутые условия для обмена включают в себя посмотрим как она будет выглядеть будем разбирать подробно какие там танчики и на какие меняются где можно получить какую-то выгоду для себя я опять буду делать видос какие танки лучше всего менять и на какие вторая половина июня стальной охотник 2023 возрождение но там можно будет начале боя возродиться постреляться с мародерами которые управляются искусственным интеллектом там будут различные мародеры и будет несколько видов и они будут по-разному играть также переработали баланс и разница в уровнях будет теперь меньше также еще обзор будет не конусный а круг режим становится наверное более казуальный для общей массы может быть это и хорошо но для тех кто любил этот режим не всегда такие изменения могут зайти вторая половина июня турнир легендарный охотник лунная роза турнир по стальному охотнику 2023 в котором тысячи игроков смогут заработать реальные деньги призовой фон динамически увеличивается с каждой продажей набора лунная роза получается что следующий турнир у нас будет проходить стальном охотники это уже интересно а может быть и нет кому как и так что нас ждет в июле первая половина 3 июля день независимости республики беларусь вас ждут праздничные задачи и акции также я думаю что в этот день можно будет получить камуфляж который мы рассматривали который приурочен к этому праздник в начале июля будет у нас режим аркада его на тесте сейчас можно было покатать там будет режим осторожно хрупкая и редшерский дрифт мне честно говоря не сильно нравятся эти аркады чисто режим подурачиться в начале июля стартует еще такое мероприятие интересное где мы все вместе все кто будут играть в игру в то время будем набивать и себе и всем вместе скидки и какие-то награды то есть там будет награда и личная мы что-то для себя будем набивать и всеобщее для всех кто захочет зайти и воспользоваться какой-то там скидкой или акции нужно будет фраги набивать круто что эту акцию снова добавят еще и улучшат очень не хватало прошлый раз личных каких-то наград поскольку можно было просто забить и играть как хочешь само по себе там что-то набивается и какую-то скидку получат все и можно было просто вообще на нее внимание не обращать но когда появляются какие-то еще личные задания личные награды это уже как-то более интересно какой-то твой личный успех еще ты за это что-то получишь это куда более интересно чем то что было но еще нужно дождаться начало июля и посмотреть как она реально будет выглядеть пока что на словах она как-то так это все что нас ждет в начале лета и так в конце расскажу новость которая буквально появилась во время того как я записывал это видео была у нас такая акция замечательная со скидками 29 процентов на все за российские рубли и 10 процентов за белорусские рубли эта акция продлена на постоянной основе все это все навсегда в планах разработчиков эта акция навсегда можно считать что это уже не акция просто изменение цен раньше эта акция действовала до 7 июня теперь она работает навсегда я в эту игру уже играю давно и это не первое изменение цен насколько я помню это уже цены второй раз меняются или третий примерно вот раз в четыре в три года цены могут поменяться поэтому хоть эти цены вроде как навсегда но понимаем что время идет экономики меняются и через сколько-то там лет цены могут измениться вот такие вот новости вот что нас ждет в начале лета в игре мир танков с вами был арчик играть красиво подписывайтесь обязательно ставьте лайки всем удачи пока и у